Они должны остаться с нами. Скажи, почему мы в шляпах. Ну, скажи, пожалуйста. Так я не знаю. Говори. У нас праздник роз и праздник шляп. Привет! Ты еще не подписан на мой канал? Сделай это прямо сейчас. Потому что сегодня я вам буду показывать очень много интересного. А меня зовут Алла, я живу в Провансе. От этого мой ник. Провансалочка. Оставайтесь со мной, друзья мои. И посмотрите, что же я вам буду показывать. Французская безу-безу. Привет, мои друзья! С вами Провансалочка. Вы на ее канале. А это мой сад. И сегодня наступил день Икс. Потому что сегодня мы делаем большие посиделки на моей террасе. По поводу цветения моих роз. Благо, что-то осталось на арке. Конечно, это уже не та свежесть. Но все-таки представление о том, какая была роза, можно получить. Муж уехал смотреть матч. У него внук играет в футбол. Посмотрите, он мне уже вытащил тарелки. Нас будет 23-25 человек. Мы точно так и не посчитались. Это достаточно много людей. по поводу организации. Поэтому сегодня будет опять сложный, напряженный день. Но он будет очень приятным. Мы вчера поздно вернулись с нашей прогулки в сторону Нарбону. Мы заехали в Нарбону. Так называется. Нарбону видел? Видел. Все, пока. До свидания. Я не снимала сад уже 3 дня. Это очень много для сада. Здесь начинает уже хорошенько цвести жасмин вот здесь на входе. Смотрите, видите, беленький. Ну и вот это вот Американ пиляр. Видите, все уже. Вишанблю ее уже не видно буквально. Потому что шелковица сейчас попрет таким образом. Через 2 недели у него ветки будут. А вон там эти люди, у которых коза приходит. Вот к нам есть мои розы, мой колокольчик. Видите, они нарядно одеты. Потому что сегодня воскресенье. Это верующие люди. Они ездят в церковь. Вот. Поэтому, смотрите, вот здесь вот справа, слева, это 4 сезона такая мелкая розочка, да, которая болявая у меня. Мои пеларгонии прекрасные. Моя композиция в этом году. То она вот уже эта петуния фиолетовая, она уже забила все остальные цветочки. Там вервена розовая. И там еще вот желтенький цветок. Я не знаю название. Люда Каменева знает. Вот, друзья мои. Поэтому я спускаюсь, налюбовавшись на эту картинку. Потому что мне нужно срочно-срочно готовиться к приеме в бассейн. До встречи. Наша охранница. Никого не пропустит, не замечена. Правда же, моя девочка? Видите, уже отцветает юка. Тоже очень быстро юка отцветает. Еще не успела вам показать, она уже отцветает. Красивая. Погода сегодня нам просто повезло. Фантастически повезло с погодой. А здесь, смотрите, прям роза такая. Так-так-так-так-так-так. Так выбросила ветку огромную. Ну и вот этот прекрасный, посмотрите, декоративный мак, который подсеялся. Я не знаю откуда. Я пару лет тут высеивала маки разные. Они так и не зацвели. Ну а так потом... И вот эта вот роза, которую я не стала трогать вообще. Это, по-моему, мадемуазель Миян. Это подарок несколько лет назад. Смотрите, все тоже полно этих вот гадостей. Надо все обрабатывать. Мне муж дарил на день мамы. То есть это была новая роза. Это года четыре назад, наверное. Выпустили новую розу. Они ее рекламировали. Мы ее покупали. Она очень высокая, классная. Но она заболела сразу. И в этом году я ее даже не стала. Там надо было срезать уже опять до самого корня, до прибивки. И я ее оставила на выживание. Ну вот она перерастает, понимаете. Муж не перерастет. Вот, короче. Тут у нас травы. Посмотрите, это настолько мы были загружены, что муж даже не постиг вот здесь вот травку. Но так как у нас бассейна нет, народ сюда не пойдет. Поэтому ничего страшного. Физически мы не успели сделать то, что надо было бы сделать. Ну вот эти вот жены, видите, подселились здесь. Я не знаю, в моем розмарине хорошо ли это. Там уже люди играют в гольф. Потому что скоро будет жарко. Люди, видите, утречком пришли. Ну и вот здесь вот мы будем сидеть. Жалко, что еще не полностью цветет. Вот жасмин. Вот он уже наверху. Уже там вот видите, жасминится. Вот уже, смотрите, видите, уже все белое. Ну еще не полностью. У нас запах на террасе стоит такой, что... Обалдеть. Вот гортензия зато, посмотрите. Видите? Серобура малиновая. Там где-то фиолетовая проклевывается. Ну вот голубой не стало, но... Муж, какая... Не поголубела ты у меня? Ну как хочешь. Вот мне скатерти муж вынес. Все прекрасно, друзья. Все прекрасно. Все. Все будет нормально. Люди сейчас приедут. Мы сейчас тут сразу все и это... И вытащим, и поставим, и застелим. Все свои. Будет здорово. Мои розочки прекрасные. О, пердранца. Ну видите, сколько роз. Есть людям же, что посмотреть. Правда же? Вот этот мой расчудесный уголок, который меня сводит с ума в данный момент. Там Рожей приехал. За хлебом, наверное, ездил. Сейчас я ему пойду скажу, чтобы не забыл к нам прийти хотя бы на аперитив. А то он у нас очень скромный. Он может и не прийти. О, Господи, какая красота. О, Пьерна Рансар. Смотрите, с клематисами. Ой, ну вот эта роза какая шикарная. Достану, достану я этикетку. Ой, а здесь вот ее уже кто-то покоцал. У вас же зараза. Птицы, где вы? Почему вы не собираете? Мы вас тут кормим корном, а вы не собираете нам этих гадов. Тоже красивенные. Жордан де Франс. Вообще тоже обалденная роза, конечно. Ой, палец подставила я. Очень красиво. Ну, очень красиво смотрится синими колоколами. Послушайте. Здесь вот тоже с наперстянкой. Вот так красиво. А с этими склематисами как красиво. Пьерна Рансар смотрится. Ну, вот эта красавица моя тоже. Тоже гаданая, не перегаданная роза. Очень-очень ароматная. Она пахнет именно лимоном. Она у меня сидела там на плетне перед домом. Потом уже начала так чахнуть, что я ее пересадила. Вот здесь вот тоже, посмотрите, тоже размерчики. Ну, тут уже цветают. Ну, ничего не трогаю. Вообще ничего не трогаю. Пускай хоть народ посмотрит, что тут было. Ну, и что посмотреть, скажем так. Еще кто любит цветы, тот найдет, что ему посмотреть. Куда ему посмотреть. Правда же? Будет фотографироваться сегодня много, я уверена, на фоне моих роз. Так что на память останется. Все, мои хорошие. Полетела, полетела, полетела. Смотрите, друзья, привет. Привет. Вы у Провансалочкиной террасы сегодня, 2 июня. И у меня сегодня будет проходить на вот этой террасе праздник с моими розами, под моими розами на нашей террасе с мужем. Мы будем сидеть вот за теми столами. Мы будем выпивать апельтивы здесь, вот на террасе, среди роз, среди жасмина. Вот сейчас приедут мои друзья. Их будет в этом году много, 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 много. Как никогда 23-25 человек. И вот мы все вместе будем накрывать столы. У нас такой пикник. Каждый привезет, каждый, что хочет, что может. Там девчонки между собой обсуждали. Я создавала целую группу на Фейсбуке, приватную группу, где мы все говорили, кто что делать будет, чтобы, как говорится, не было одно сладенькое или одно сладенькое. А я сейчас иду, смотрите, я взяла такую штучку, в которой отжимают салат зеленый, потому что я сейчас буду готовить аперитив. На французский стол, по-французски, так как мы это делаем во Франции, естественно, со всякими небольшими нюансами. Нашими славянскими корнями. Смотрите, я пришла, у нас тут плантация целая. Салат. И сейчас я его наберу, вымою, сразу же просушу в этой маленькой центрофуге. И начну готовить аперитив. И вы посмотрите вместе со мной, как это делаю. Оставайтесь со мной, сегодня будет много чего интересного. Так же, как и много будет наших гостей сегодня. Смотрите, я возьму, я выбираю более нежные листочки. У меня этот салат перерос. Весь салат у меня пойдет на декорацию моего пляса. Вы сейчас увидите. Не буду раскрывать карты. И это будет нашей базой для декорации. Дальше у меня есть вот такие молодые лучки. Я, пожалуй, тоже выдерну несколько. На стол для украшения. Может быть, кто-то захочет в соль помакнуть. Вы знаете, у нас здесь все очень просто. Всегда и очень весело. Я достала свой передничек. Потому что могу вывозиться до перехода гостей. Потому что мы уже одеты. И сейчас, посмотрите. Вот на этой кухне я буду сейчас вам готовить аперитив по-французски. Посмотрим, как я это буду делать. Конечно, самое простое, что я сделаю, это я сейчас насыплю чипсы. Чипсы едят абсолютно все. Молодые, немолодые. Вот это вкусно. И мы здесь во Франции, мы не выбрасываем сразу мешочки. Если не доедятся чипсы, мы их можем благополучно положить обратно. Вот я сделаю половинку таких. Половинку вот у меня будут такие приправками. Вот этого вполне достаточно. Потому что у нас будет много закусок. Значит, смотрите, чипсы. Дальше вот такие вот брецели, видите. Это можно просто... Я их просто открою. Я даже их не буду высыпать никуда. Потому что здесь вот они разные виды. И потом точно так же я их и закрою. Короче, выложили всю зеленью, да. Все, уже, представляете, картиночка уже изменилась, да. Дальше, видите, я приготовила у меня оливки, зеленые фаршированные перцем или анчоусами, не знаю. Помидорчики, вот такие вот маленькие огурчики, оливочки. Это все берется руками. Или вот у меня зубочисточки вот я приготовила. Кто как захочет. Вот такие вот у меня есть несколько сырочков, аперитивных кубиков. Я тоже украшу. Дальше основная. Это будет такая, скажем... Сейчас я вам покажу, чтобы не было шутный салат. Это будет... Я уже купила готовую нарезочку. Возможно, мортаделью даже не буду выкладывать, потому что она на солнце сразу позеленеет. Сухие колбаски. Ветчины немножко. И вот мне Мадис нарезал вот таких колбасок. Я это сейчас все буду выкладывать на листочки. Есть у меня, посмотрите, всякие перчики вот такие вот разные. Огурчик. Я все это сейчас украшу. Мне привезут, по-моему, большую-большую бадрю овощей. У меня тоже есть шикарное блюдо. Мы выложим. Ой, разбурила. Мамочка моя. Вот, поэтому смотрите, что будет дальше. А дальше будет все просто. Посмотрите, в чем прелесть этой доски. То есть мы выставляем сразу же на нее. То есть я вот когда доску вынесу, вы понимаете, у меня аперитивон уже готов. Смотрите, раз. То есть нам не надо никакого больше другого места. Вот смотрите, видите, вот здесь вот у нас нарезана ветчина кусочками. Вот эту ветчину я сейчас разрежу еще на 2-3 части, чтобы ее было. Ну, во-первых, такой же кусок никто не съест, правда? Поэтому все маленькими кусочками. Короче, я вам сейчас покажу одну сторону, как я буду делать. Так как у меня разная ветчина. Вот, поэтому я ее буду выкладывать красиво. Послушайте в этом. Смотрите, например, будет сначала по всему кантику будет идти красная колбаска. То есть это тоже, это колбаса. Как вам объяснить? Шоризо. Она немножечко пикантная. Вот, я ее очень люблю. Вот мой муж ее не очень любит, а вот, ну, в основном все ее любят. Она достаточно такая, видите? То есть я буду выкладывать сейчас борцик красной колбаской. И потом вот так вот вторым слоем я буду выкладывать другим цветом колбаску. Видно, прекрасно. Вот, послушайте, все очень просто. Вы включаете свою фантазию, и у вас все обязательно получится. Я вот выкладываю колбасу, а сама думаю, мне, наверное, придется убирать эти вазочки, потому что это очень много места занимает. Вот. Дальше. У меня есть колбаска. То есть вот этот краешек у меня будет выкладываться вот так. Это тоже ветчина. Сухая ветчина. Тоже мы выкладываем вот так вот ее. Если вазочка есть поменьше, и сейчас я пойду поищу другую посуду. Мне кажется, у меня есть что-то другое. Посмотрите, какие у нас уже гости тут. Ой, Ирка какая ты красивая. Молодец какая. О, как. Встань рядом, рядом встань. Класс! Вот и молодцы! Браво, браво, молодцы! Браво! Мы подготовились. Короче, моя гость, которая приехала первая. Ирочка! Видите, вот, я пошла нашла эти штучки, она мне сейчас все перекладывает, потому что нам колбасу некуда ложить. Видите, какая проблема? Некуда колбасы положить. Вот, поэтому смотрите дальше, что мы делаем. Ну вот, мы сейчас сыр из двух рук. С двух ног, с двух рук. Сейчас попробуем доделать нашу первую линию. Короче, каждый делает аппетит по-французски. Вот если вам не жалко колбасы, вы можете подавать колбасу. Если вам жалко, все зависит от гостей, да? От дороговиз... От хозяев! Нет, от дороговиз для наших гостей. Как вы мне дороги, я имею в виду. А, ну как! Да, ну ты шо, мы же всем не будем это подавать. Ира, смотри, халтуришь. Выкладывай форму доски. А, так я же не знала. Короче, я же еще Ире даю мастер-класс. Вот. Она у нас любит мастер-классы брать? Во всяком разном дисциплинах. Я люблю-люблю. Отдайся, потому что он фильм. О, Алла. Уи. Сова у сова па? Сова три бьем. О! О! Собака подбежала и колбаса утихает. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это вы такая нарядная? У вас что, праздник сегодня? Созняйте нашим элитамом. Ой, а вот, смотрите. Сейчас будем садоваться. Посмотрите, сколько у нас тут еды. Шарли, Салю. Смотрите, Шарли, это мужчина ответственный. Так, девочки, так, подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы доехали? Прекрасно. Вовремя, в двенадцать километров. Двенадцать километров. Как только это самое. На стол. Саша. Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы чего сюда приехали, собственно? Ну, как мы что, просили? Розы смотреть, красивые, красивые розы. Давай, тогда поцелуй. Здравствуй. Привет. Вот, это Сильвана, это муж нашей Ирочки. Так, мы вас, мальчики, пока ставим. Смотрите, у нас сегодня будет вечер шляп. Все будут сегодня в шляпах. Вот. Там, смотрите. Девчонки вон все шляпы одевают. Хлеб режьте. Можно вон там хлеб режьте? Может быть, удобнее будет. Вот стелят скатерти. Так, короче, мы ничего, все, приехали в гости. У меня больше ничего не получается. Тут некоторые уже пьют. Привет, Шарли. Что ты делаешь? У меня есть. А. Все побольше. Так, Шарли, сорт вас, если ты плепарский. Можете добре, финир, мун пля. Так, Ирочка уже ушла. Теперь у меня, смотрите, Надечка у меня. Теперь, смотри, Надюшка на меня. Теперь Надечка мне будет розочки сейчас крутить. Смотрите, мы сейчас вот так вот из ветчины будем крутить розочки, выкладывать их между наших колбасок и украшать с теми вот овощами, которые у нас остались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот, смотрите, видите, мы сейчас выкладываем вот такие шпажки. Надюша привезла мне с Испанией, все время она мне это приводит. Я когда-то в свое время открыла, да, это? Да, я бы так... Красиво. Смотрите, как получается здорово вообще. Ну, такой планшей можно навеститься. Так у нас же не только это, у нас же еще есть и другое кое-что. Спасибо. Попку вот так вот. Давайте мы его в попку. Меня все там подлавливают на словах. Давайте мы его в попку. В попку кого? Огурчик? Остался один огурчик. Да. Ну, ясно. Вот этот я в попку сделала. Следите за своими словами, вот, мазеля. Выражение. Да. Вот, друзья мои, вот это вот мои две главные подруги. Вот, Ирочка и Надюшка. Это вот наша такая вот Троица, святая, практически. Мы святая Троица, вот мы всегда вместе. Вот, и мы, они мне помогли сделать блюдо, которое я вам сейчас все-таки представлю, в конце концов. И все, что будет происходить, они должны остаться с нами. И скажи, почему мы в шляпах. Ну, скажи, пожалуйста. Так я не знаю. Говори. У нас праздник роз и праздник шляп. У нас праздник роз, но мы решили быть все в шляпах. И причем очень жарко. Но у нас 30 градусов и солнце. Нет, мы решили объединить праздник роз и праздник шляп. Как мы не в голубое, что шляпки обязательно нужны. Поэтому все гости должны быть в шляпах сегодня. Да? Все сказали? Все. Молодцы. Короче, молодцы. Вот девочки у меня молодцы. Они, конечно, ну, что-то как-то они любят поболтать, но здесь у нас не пошло, не пошло. Ну ладно, в следующий раз. Вот такое прекрасное распрекрасное получилось блюдо. Но в этой доске, пожалуйста, ловите идею. Ведите свои доски разделочные. Любой формы. Длинненький, кругленький, квадратненький. И, пожалуйста, дерзайте. Представляете? Вы всегда чем-нибудь удивите. А вот здесь у нас, смотрите, тарелочка. Этого девчонки привезли. Тоже видите, как овощи выложены. И это мы будем макать в несколько видов салатов, которые они тоже привезли с собой. Вот поэтому, посмотрите, для начала, прекрасно. Ла-ла-ла-ла. Ой, какая красота. Да, солнечный фрукт. Вот оно, наше главное блюдо аперитивное. Аперитивное. Посмотри, это я? Это я аперитивное блюдо. Ты меня снимаешь чуть-чуть? Да. Показывай, показывай, показывай. Ты не крутись, я вот так покручусь себе. Иначе будет много движения. Представляю. Еще раз у меня. И же сделала фотографию мне с этим. Ты вон там, вверху нажимай. Солнце, 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 лицо надо поднять, что ли. Не знаю как. И я так. Так давай мы сюда встанем. И я так же встану. Ой, Надя, помоги тогда держаться. Ой, как красиво. Шляпа, как мне нравится. Это такое, можно и не снимать. А, мне нравится все-таки шляпы. Хорошо мы придумали. Ну хватит уже выпендриваться. Мы ждем, когда ты нам дашь команду. Дам, дорогие наши мужчины. Я вам аппали апплитисиман, да? Уже я вам говорю, о, что это красиво. О, это красиво. Да, это очень красиво. Есть много, это хорошо. Смотришь, какая красота. Плоток. Так, я же пошла с своим телефоном. Это мы можем делать с вами. Букву, да, Ир? Ты еще это сделаем? Да. И выпьешь это. Все. Морис, что ты делаешь? Ты делаешь в Перу? Я приготовлю притиху. Парень, не надо. Смотри. Так, это что у нас? Это что? Это Кир Роял. Кир Роял, с чем? Сироп сироп. Так, сироп, чего у нас? Фрамбоза. Нет. Малинка, малинка. А, да? Малиновый сироп и... Блин-де-блинк петян. И газированное вино, скажем. Как вы называете? Блин-де-блинк газированное вино? Ну, то есть газированное вино. Газированное. Я говорю, как ваше советское саппанское. Так, все, короче, так, молодец. Ир, смотри, вот так. Принимающиеся... Так, ну что, Дишаня, я сам стелюсь, а сам... Короче, я сейчас... Я сейчас должна сказать всем огромное спасибо, что вы там приедете. Ну, это и эта девушка, это всегда. А девчонки, мне видочки, я очень-очень рада, что они все-таки приехали и рады. О, это спасибо, Надюша. Это Надюша, она звучит за нас, за девочек. Нас же не приехать в розовый рай. Где же еще такое можно увидеть? Куалочки. А вот Санти. За ваше здоровье. За ваше здоровье. Спасибо, Малиновичка. Берси-шири. Абхин, девочка, будем мальчиком. Давайте вас так, четвером. Девочки, подождите, девочка, а теперь? Вот это вот, смотрите, вот сюда. Ну, вот это вот не роза вроде, а как настоящий пион. Это жардина. Это жардина. Это редкая роза. Как будто пионы. Это вообще красота. А вот это не красавица? Это Пьер Дуранса. Правда, тот похож, что эта роза похожа на пион. Мне одна женщина написала, мне кажется, я твои все розы уже знаю в лицо. В лицо супер сказала. Они очень красиво сочетают. Эти же пахучие, самые желтые. Вот эти пахучие. Самая пахучие была вон там, но уже пообрезала. Очень красиво. Эти тоже пахучие. Слушай, а эти какие-то. А вот это вот красота. Смотри, какая караба. На одном стержне два цвета вроде. На одном стебле два цвета. Вот как я тебе думаю, это вообще красота. Девочки, а посмотрите вон там. Сейчас я вам покажу розу одну. Видите, как мы все. Идемте сюда, вам покажу. Девочки, надо посмотреть. Это пи... А смотри, с климатисом. Ира, вот эта роза, смотри, как она с пиером. А это вообще немка. Не могу этикетку достать без... Слушай, какая красится какая. Смотри, какая красится. Вот я же ее посадила, чтобы она с этой вот... Это вот первый год. Ну, по-моему, вот эта она не вьется. Нет, это просто красота. Это просто, да. Она красивая. А вот это вот Жордан де Франс. Вот эта роза. Розовенькая. Главное, пчелка летает. И он даже в колокольчике. Смотри, в колокольчике. Раз, раз туда вонуты. Какие цветочки. Такой вообще день. И такая хорошая... С погодой, Алла. С погодой, как бы... Повезло, девочка. У нас такой мистра здесь был. Ну вот, короче, девочка. Я вот и искренне рада, что здесь. Вот я искренне... Я так переживала. Я думаю, что они все выжили. Розы... Розы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok